Путешествуя, как и всегда, по населенным пунктам Карачаева-Черкесии, сегодня мы приехали в Хабецкий район, а именно в Аул-Козыл-Юрт. Так давайте же сегодня в рамках программы «Мой аул» познакомимся с жителями этого прекрасного аула поближе. На протяжении многих лет плодородные земли, раскинувшиеся на левом берегу реки Малый Зеленчук, пустовали. Их покрывала лишь буйная поросль трав. Эти бескрайние поля привлекли внимание нагайских скотоводов, князей Ахловых. В 1857 году они переселились сюда и положили начало аулу. Я знаю, что ваш населенный пункт Аул-Козыл-Юрт среди нагайцев, среди жителей нагайских аулов, поселений, известен как Балта-Аул. И вот мне всегда было интересно, почему же именно Балта-Аул? Расскажите нам, пожалуйста. Балта-Аул называется, потому что в 1857 году Ахлов, князь, переселился на берег реки Малый Зеленчук, посмотрел, увидел, что здесь можно пасти скот, много полей вокруг. Населенных пунктов Малого Зеленчука тоже не было, конзавода тоже не было потом, обосновались эти аулы. Было просторно, и он переселился сюда, и аул назвал именем своего деда Балта. Поэтому Балта-Аул так и назывался. Балта-Аул, это переводится как топор, да, из нагайского языка? Да, как топор. Ну вот мы знаем, что вы ведете летопись, да, прям, со своими учениками, ведете поисковую работу. Вот, пожалуйста, познакомьте нас с вашей работой. В 1968 году я со своими учениками начала создавать историю аула, летопись. Так, вот мы и начали с того, что кто и как засиделся в ауле. Собрали, показали лучшие дома в ауле. В основном там 3-4 дома было под железной крышей, а все остальные были под соломой. В лучшем случае было под камышом. И вот за эти годы аул, как вы видите, здорово изменилось. Вот он, Ахлав Мусович. Так, он служил в царской армии, потом перешел в годы революции в сторону Красной армии и устанавливал советскую власть в Карачаево-Черкесии, затем в Башкирии. Я встречалась с девушками из Башкирии. Они говорят, что в Уфе Ахлаву отдельный большой уголок посвящен именно Ахлаву, как революционеру, за то, что он устанавливал советскую власть в Башкирии. Затем он во время гражданской войны также воевал в Ленинграде против Деникина. Вот поэтому, значит, Ахлав у нас ценится, его дни рождения всегда у нас отмечаются основателя. А на сегодняшний день его родственники, из его рода кто-нибудь остался в Ауле? Да, в Ауле нет, в Ауле ни одного нету, а вот в Шахаре живут его, потомки живут в Шахаре. Вот в этом альбоме, мы имеем в виду, история Аула начинается со школы, как мои дети говорили. И вот в 1928 году в нашей школе работали первые учителя. Первые русские учителя Дмитриев, так, так, вот Харун, первый учитель, наш Узденов был. Так, и первые выпускники были. Вот здесь первые выпускники Аула, вот 50-летней школы. Мы тоже самое создавали летопись. Вот первых выпускников Аула и первыми учителями. Вот они, вот. Ну, первые выпускники, если вот, вот здесь исторический документ из архива мы достали. В 1948 году в возрасте до 40 лет было, безграмотных было 51 человек. Так, вот, 51 человек было. А в 1978 году, в 50-летии открытия школы, все жители Аула и Залвер в возрасте до 40 лет имеют 8-летнее образование. Здорово. Вот. Поэтому, вот, я даже помню, когда я сама училась в школе, что вот вместе с нами после войны учились взрослые ребята до 4-го класса, а потом уходили, потому что они алфавит изучали, учились писать свое имя, отчество, подпись ставить, а потом уходили, потому что все опыт был тогда. Конечно, большой вред Аулу нанесла Великая Отечественная война. Вот список погибших в Великой Отечественной войне, 57 человек. Многие из них – это наши выпускники. Вот здесь, вот, список. Слава вам, выпускники и участники войны. Вот у нас есть стенд. Вот эти все, они к началу войны закончили нашу школу. А сколько именно человек ушло на фронт, сколько вернулось, сколько без вести пропало? Много, наверное. Ну, если учесть, что там около 60 домов было, на тот момент в Ауле, ушло 104 человек. Вернулись только 47, 57 погибли. Среди них, вот у нас есть Есенеевы, отец и сын, они погибли на территории Чеченой-Гушетии. Так, есть семья Матакаевых, Каравда, Сарожилов, не осталось, трое братьев погибли. В Троскильдиве двое братьев погибли. Есенеевы тоже трое братьев погибли. В Булатукове двое братьев погибли. Таких из каждого дома по два, по три человека практически погибло. И те, которые вернулись, вот 47 человек, многие из них умерли в первые годы, послевоенные годы. Сейчас в Ауле нет ни одного участника войны. Потому что они, ну, фактически, я все время детям говорю, если один час только побыл на поле боя человек, он посовершил героизм. Уже герой. Да, уже герой он. Поэтому, значит, если бы не было войны, если бы все эти люди жили бы, строились бы, так создавали бы свою семью, Аул, конечно, разросся бы в те годы. Еще вот Аулу задержало рост Аула то, что в 90-е годы, почти 70-е, 80-е годы, очень трудно было получить участок для строительства домов. Я, будучи представителем сельского совета, почти два года билась над тем, чтобы вот эту поляну с западной стороны Аула выделили под участки для строительства домов. И вы видите, вот новый, вот эта, новая улица, микрорайон. С той стороны тоже розданы участки. Так что Аул, надеюсь, через 10 лет будет большим уже. Расширяется. Да, расширяется. Кулчханума Равна, ну вот, да, были очень сложные времена, тяжелые времена. А если вот сейчас коснуться нынешней жизни? Да, вот вы сказали, Аул расширяется, люди строятся. Расскажите, пожалуйста, на сегодня, что из себя представляет Аул Кузул-Юрт, как люди здесь проживают, чем занимаются, если вот в общем сказать? И вообще численность какая на сегодня, если знаете? Ну, по избирательному участку, где-то около 400 человек голосующих у них. В среднем 700 человек проживают в Ауле. Очень большой вред нанес вот этот развал СССР, то, что совхоз развалился. И многие жители уехали в Уренгой, в Москву, в Ленинград на заработки. Поэтому это, конечно, плохо отразилось на жизни Аул-Чан. Так, ну, а сейчас в Ауле люди, те, которые живут, они работают в основном, ездят в город Черкесск. Так, потому что наши земли, спасибо ему, Раскильев Тимур, мой бывший ученик, арендует. У него работают десяток человек, это в основном механизаторы. Так, работает арендаторами еще Матакаева, сейчас вы к нему поедете. Так, и другой Матакаев, два брата Матакаевых работают сейчас у нас, так, арендаторами. Так, ну и своей личной подсобной хозяйствами занимаются в основном ребята. А так, ни завода, фабрик, ни других учреждений, здесь нет только фаб, почта, магазин, два магазина частных и школа. Вот это рабочие места, которые имеются в Ауле Кизлвер. А все остальные работают за пределем аула, ездят и работают. Интерес к истории и традициям предков у Кулчхан Булатуковой с детства. На протяжении долгих лет женщина работала над выявлением и сохранением имен тех, кто так или иначе прославил свой край, внес вклад в развитие социальной жизни народов Северного Кавказа. Работать над этим Кулчхан Умаровне всегда помогали ее ученики. Более полувека она работает учителем химии, биологии и географии в своей родной Козыл-Юрской средней школе. Я случайно стала учителем. Хотела поступить в медучилище, тогда отличников брали без экзаменов. А как раз, когда я хотела поступить, карачаевцы вернулись. После девятого класса я хотела поступить, после восьмого. И наши места уже были заняты. Потом я окончила в Сачедахе 11 классов и поступила в педучилище. Но не жалею. Оказалось, это мое призвание. Уже 54-й год я работаю в школе, правда, с небольшими перерывами. Я уходила в комсомол, секретарем комсомола, секретарем райисполкома, уходила Хабирского. Дважды избирали председателем Севского совета Псадочедагского. Но все время я с боем возвращалась в школу, потому что жить без детей я не могу. Кулчхан Умаровна благодарна судьбе, что ей выпала возможность находиться среди детей, передавать им свои знания и умения. Какое же это счастье в возрасте 76 лет чувствовать себя на возраст, к примеру, восьмиклассников, признается наша героиня. В ауле педагога все знают как отзывчивого, талантливого и крайне ответственного человека. Она всегда поймет, даст дельный совет, протянет руку помощи и укажет правильный путь. Кулчхан Умаровна очень добрая учитель, я ее очень люблю. На уроках биологии и географии мы узнаем много чего нового и очень интересно на ее уроках. Кулчхан Умаровна добрая учительница, она очень проводит хорошо уроки, интересно на биологии и географии. Казал-Юртская школа всегда жила богатой и насыщенной жизнью. Одним из приоритетных направлений в образовании является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вот и сейчас проходит мероприятие, посвященное памяти солдата, летчика-штурмовика, командира эскадрильи 235-го штурмового авиационного полка лейтенанта Мурата Раскельдиева. В 19-м году в дружной семье Хачбатыра и Шамсиад родился второй после Мазема мальчик Мурат. Еще в малом возрасте Мурат отличался своей наблюдательностью. Он часто всматривался в пролетающие по небу самолеты. Это занятие его увлекало с головой. В свободное время будущий летчик даже мастерил воздушные судна. После окончания средней школы юноша поступил в Черкесское педагогическое училище. Одновременно начал заниматься в черкесском филиале Пятигорского аэроклуба. С наступлением войны был призван на службу в ряды Красной Армии. Прошел переподготовку во втором Чкаловском военно-авиационном училище штурманов в городе Оренбурге. В этой школе, где я всегда учился, всегда вот такие военно-патриотические темы были. Спасибо очень многим учителям, в том числе Холшкам и баронам, которые проводили занятия. Жгли костры около дома, где родился Мурат. Каждый год все дети собирали для костра дрова, и костер горел до ночи глубоко. Тянули, тянули, это никогда не забудется. Но он также героически погиб. Ему 25 лет было всего-навсего. Ну, в той войне у нас еще один дядя погиб, Мазем, старший брат Мурата. Ну, у него было хоть пятеро детей. А там молодого брата, ну, не женатый. Любил девушку, прилетал к ней второй раз даже. Говорят, в облако над этим делал эти всякие, своей невесте. Это, ну, представьте себе, в те годы, когда даже люди не видели самолета и машины, ничего не видели. Ну, такое проявить. И такое доверие, в конце концов, все это аэроклуба, где он занимался, чтобы разрешили ему пролететь в свой родной аул и у отца покатать, и других стариков, которым гордились всю жизнь. Бабушка, дедушка, они до конца жизни не забыли, ждали его. Ну, вечная память всем, которые погибли в войне. У нас хоть маленький аул, но погибло очень много людей. 57 человек не возвратились, 47 возвратились. Кто с ранениями, кто с этим, тоже поумирали. Я клонировал Регендет после Царства Небесного таким людям. По завершению учебы в звании гвардии лейтенанта летчик-штурмовик Мурат Хаджибатырович Раскельдиев отправился на фронт, исполнять свой гражданский долг – защищать родину. На своем самолете Мурат успел сделать сотни боевых вылетов. Вместе со своей эскадрильей бомбил вражескую передовую, уничтожал колонны гитлеровских танков, железнодорожные эшелоны с боевой техникой, склады с горючим и боеприпасами. 26 января 1944 года летчик 264-й штурмовой авиационной киевской дивизии не вернулся с боевого задания. Юный паренек из аула «Болта» повторил подвиг капитана Гастелло, пошел на таран стратегического объекта в ходе наступательных боев. Имя Мурата Раскельдеева и сегодня на устах односельчан. Улица, где участник Великой Отечественной войны вырос, ныне носит его имя. В доме, где он родился, ежегодно, в день его смерти, все родные и близкие собираются, вспоминают о его героизме и мужестве. Люди земли, пока сердца стучатся, помните, о тех, кто уже никогда не придет. Заклинаю, помните. Согласно слов вот этого стихотворения, мы род Раскельдеевых каждый год сегодня, 26 января, собираемся в день смерти нашего героя, дяди Раскельдеева, Мурата Хаджбатыровича, вспомнить о нем, чтим его память. Продолжаем знакомить вас с жителями аула Хазу Юрт. Далее речь пойдет о трудолюбивом и весьма предприимчивом молодом фермере Мурадине Матакаеве. Любовь к аграрному труду у героя нашей программы с детства. Мурадин не помнит, чтобы дома родители не держали скотину. На столе у них всегда были натуральные продукты, свежее мясо. Но и сейчас он идет по тому же пути. Развивает уже свое небольшое крестьянско-фермерское хозяйство. В настоящее время большой упор делает на разведение овец. У меня только сейчас барашки только. И лошадей там пару штук у меня, но это для себя как бы держу. А так продукция чего у меня, я просто как бы этим не зарабатываю. Это я просто сейчас смотрю там родным, близким туда-сюда уходит. А так, в общем, конечно, площадь все позволяет, ну, дальше развиваться, чтобы продукцию какую-то делать там. Все моменты у меня как бы не выходят сейчас. Потому что насчет финансов чуть трудно. И сейчас все дорого, конечно, и не получается как бы дальше. Начинающий фермер нуждается в господдержке. Мечтает расширить свое дело, чтобы у аульчан было как можно больше рабочих мест. Хочет кормить население экологически чистыми продуктами. Мурадин не ленится, любит животных, ставит перед собой четкие цели и неустанно идет к их воплощению. В Казал-Юрте живут и трудятся во благо своего родного аула люди, которые достойно представляют свой народ. Хотим вас познакомить с семьей Межевых. Мой отец Межев Магомед Исмаилович, мой младший брат Джамбулат, это мой племянник Виталик, невестка Зарема, вот старший сын Али, средний сын Амаль и наш любимчик Амин. Уважаемый старожил аула, глава семьи Межевых, Магомед Исмаилович любит частенько собирать родных, давать напутственные слова и рассказывать про историю рода. Старший сын Мурат живет в Черкесске, но это временно, так как малая родина зовет, ведь здесь все родные и близкие, с которыми хочется быть всегда. Приезжаю, можно сказать, каждый день, если свободное время. А так я построил здесь дом, скоро переедем. Так что я свою родную аула не бросил. Все-таки планируете переехать? Мы переедем сюда, здесь будем жить с отцом, с родителями, с родственниками. А младший сын, Ямбулат, остался жить в отцовском доме. Есть еще две дочери и живут отдельно. Ямбулат Муратович является имамом аула. Разделяя и горе, и радость аульчан, он хорошо знает каждого. Работает над духовным воспитанием подрастающего поколения. Рад тому, что при мечети проводятся занятия по изучению священного Курана. Люди здесь проживают, очень хорошие люди. Всегда стараются помогать друг другу и в беде, и в радости. Общительные люди здесь. И у нас в мечети есть школа. 16 детей учатся. Куран. Вы обучаете, да? В прошлом году я обучал, сейчас. В исламском институте учится. Студент Матакаев Рахмет, он сейчас учит. Времени у меня просто мало сейчас. Но иногда, когда у меня времени нет, идем учим и тоже. Я Сикали Виталий, живу в Айбауле и Конхалке. Являюсь внуком этого двора, то есть дядей Магомеду, племянником. Что хочу сказать от себя? Про Кизельюрт начну. Почти все детство я провел в Кизельюрте. Мне больше нравилось здесь каникулы проводить. Здесь более так, природа лучше. Лесочек есть здесь, где мы хулиганили, костры сжигали, там жарили всякие шашлыки, не шашлыки по детству. Всегда любил сюда приезжать в гости. Всегда здесь, вообще в ауле, были мне рады все, я так думаю. А так, про Мижевский род что хочу сказать? Очень хороший род. Я горжусь то, что я являюсь племянником, внуком. Все члены семьи Мижевых чтут традиции и обычаи своего народа. В многодетной семье подрастающих детей учат основы религии. Они прекрасно знают, что можно, а что нельзя. Именно в подобных семьях закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувства патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки. Мой аул очень красивый, он богатый, он богат природой. Здесь есть школа, садик, магазин, мечеть и почта. Я люблю очень школу нашу. Я с радостью иду. И хоть он мой аул и маленький, но мы ухаживаем за ним, и мы гордимся своим аулом. В нашем ауле добрые люди. Я не сомневаюсь, что наш аул дорог для каждого из них. Я люблю свой аул, свою малую родину. Для меня мой аул очень дорог. Я люблю свой аул, потому что тут я живу. И хотя он очень маленький, зато он очень красивый. Мы однажды, когда пошли всем классом в лес, то мы увидели все богатства природы. И тут очень красиво. Внизу есть речка, маленький лесок. Ну что ж, дорогие телезрители, эфир программы «Мой аул» подходит к концу. Сегодня мы побывали в ауле Козыл-Юрт Хабесского района. Убедились в том, что здесь проживают гостеприимные, доброжелательные, помнящие свою историю и хранящие свою культуру люди. Ну а наша съемочная группа движется вперед. Я же с вами не прощаюсь. Говорю всего лишь до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok